Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля. Это кадры из фильма Александр Невский 1938 года. Режиссеры Сергея Изенштейна долго критиковали за то, что в фильме мало правды и много вымысла. Не пущу псов на русскую землю. Не все знают, что тогда под псами-рыцарями подразумевалась нацистская Германия, а под новгородской Русью – Советский Союз. Главной целью фильма была антифашистская пропаганда. Поэтому исторической точности от художника никто не требовал. Но сегодня, в 21 веке, уже и про само ледовое побоище стали говорить давно и неправда. Скептики утверждают, что побоище было вовсе не ледовым. Мол, в западных хрониках пишут, что рыцари падали на траву. В немецком языке это дематическое выражение «умереть» – то же самое, что в русском «упасть на сырую землю». Может, побоище и было, но не под Псковом и не на Чудском озере. Сегодня ходят и такие слухи. Их опроверг ученый Георгий Караев. В 1958 году он с экспедиции исследовал эту местность. На самом деле, место было установлено экспедицией Георгия Николаевича Караева, которая работала в середине прошлого века. И не на сено было на карту вот в этой точке. Потому что был найден вороний камень, это оконечность острова Городец. А в 2021-м вороний камень впервые показали миру. Русское географическое общество снарядило к берегам Чудского озера экспедицию с участием водолазов. Вот он, с виду похож на булыжник. На самом деле, древний артефакт. В XIII веке камнем называли возвышенность. И сегодня много точек на карте географической России, гора Камень, Урал Камень, которые подчеркивают возвышенность этого места. На момент битвы Александру Невскому был всего 21 год. На Русь! На Русь! Многие удивляются, как мог юнец одолеть рыцарей Тевтонского ордена, совершивших не один крестовый поход. Во-первых, Александр Невский знал тактику немцев. Немец, как известно, свиньей клином ударит. Вот тут у вороньего камня удар головной полки примет. А во-вторых, Чудское озеро коварное. На нем много участков с тонким льдом. Называется это Сеговец, это знают только местные. Там даже зимой стужу можно уйти под лед, потому что там и сильнейшие реки размывает лед изнутри, и сверху тоненький ледок. Александр Невский взял немца хитростью. Заманил в ловушку, используя особенности местности. Если бы победы Александра Невского не было, как утверждают некоторые, то в летописях мы бы читали про вторжение немцев в Новгород, к которому Тевтонский орден активно готовился. С 1200 года, когда образуется город Рига и начинается образование епископства, а их было четыре создано на этой территории, они же приходят сюда, они обращают язычников в католическую веру и строят замки дневного перехода уже по границе с новгородской землей. И вот после этой ситуации, которая произошла 5 апреля 1242 года, такого массированного, спланированного вторжения разными эшелонами на территорию новгородской земли не было. В память о сражении на его берегу поставили вот этот памятник Александру Невскому. Редактор субтитров А.Семкин